Известно, что то, на чем вы концентрируете внимание, туда привлекается кровь. То, с какого места тела сенсорику вы как бы своим вниманием подсвечиваете, там капилляры и расширяются. И еще я говорил в других видео, что у нас есть таламус, который делает очень просто. Он из тысячи импульсов от тела в мозг поставляет 10, то есть в 100 раз количество информации снижает, и при этом может ее перекрасить. Либо подчеркивать детали, либо переворачивать чувствительность вообще полностью. Некоторые этим специально пользуются. Так вот, эти два механизма нам в технике глубокая чувствительность и нужны. Потому что, если они спят, то у тела рано или поздно будут проблемы с силами. Любой бюджет можно потратить, любое количество сил из себя можно выжать, чего-то достичь, а потом... ну а потом и умереть можно, без ресурсов-то. Так вот, ближе к технике. Вы задаете себе вопрос, себе в смысле телу, что я чувствую? И ответ, вы стремитесь не перекрасить таламусом и упростить формата, я иногда вот людей спрашиваю, что ты чувствуешь, все хорошо? Нет, все хорошо, это вывод, причем больше логический, а нас интересует конкретная карта ощущений по телу. В рамках четырех рецепторов, базовых рецепторов, тепло, холод, давление, растяжение. Если вы чувствуете боль, то боль это либо непосредственное повреждение, ну тогда вы бы об этом знали, либо боль это перегрузка по любому из этих четырех, избыток ощущений таламус перекрашивает в боль. Мы говорим ему, да, спасибо, ты прекрасно работаешь, а теперь открась обратно, нас интересует, так что же в этой боли в основе? То есть это либо перебор растяжения, либо, соответственно, сдавливание, ну тепло, холод, это уж, наверное, вы вовремя среагируете. Так вот, задали вопрос, где, откуда, какие ощущения пришли, мы их про себя зафиксировали, писать не нужно. И все. И нам нужен ритм вот таких вопросов. Вот пять минут времени, и желательно делать это четыре раза в день, ну просто с ритмом легче. Вот, но можете делать два раза в день, можете делать даже реже, но правда результатов придется ждать дольше. Мы хотим получить постоянный поток сенсорики от тела, и мы должны в этом потоке ощущений от тела просто находиться. То есть часть внимания, как я говорю, процент сознания, обращаем на тело и стараемся не отвлекаться, не концентрироваться избыточно на чем-то, оставлять часть внимания в теле. На практике это дает гармонизацию кровотока по всему организму, а кровоток это непосредственно ресурсы для регенерации, это иммунитет, это молодость кожи, растущие волосы и все-все-все. Можно очень много интересностей найти, правда большая часть из них будет проблемой по здоровью. На что вы не обращали внимания, но обратили. И тело с готовностью, да наконец-то 10 лет мы не могли достучаться до мозга, чтобы он обратил на это внимание, и выдает, 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 выдает информацию, ну с ней что-то придется делать. А на финише, конечно, мы хотим равномерное тепло, легкость, такую симметрию мышц, очень специфическое ощущение, если не испытывали, не описать. Испытываете, сразу узнаете. И я начинал с баланса симпатика-парасимпатика, да, и тело-инструмент-тело-мир. Если вы хотя бы маленькую часть внимания выделяете под тело постоянно, у вас эта балансировка будет автоматически. Вы будете просто в ощущениях знать, что вот сейчас я нагрузился по полной программе, мне сейчас пора отдохнуть. Если вы сенсорику от тела когда-то отключали, а так очень многие делают, то вы этой границе как бы будете просто пролетать. А потом удивляться, откуда у меня хронические заболевания, травмы и проблемы по судьбе. Равновесия не было. А так у вас будет четкое ощущение, ну не сразу, но будет, четкое ощущение границы, что вот сейчас вот я свой там энергобюджет потратил, сейчас мне нужно отдохнуть, а вот сейчас я, да, я наполнился, я готов, я способен действовать, ну или способен. Удачи. 散усь.